Естественно, кафе Советский Союз пропагандирует только здоровый образ жизни. Но есть вот одно но, потому что, не буду ничего говорить, вы просто приедете, посмотрите, здесь есть великолепная продукция из города Верхнеуральска. Но об этом, опять же, по телевизору нельзя, поэтому тот, кто хочет, может легко пройти вслед за мной, в дебри интернета, точнее, на YouTube. Вдеваете Советский Союз и практически гарантированно вы выйдете на эти сюжеты. И теперь уже в интернете мы поговорим о том, что здесь можно делать. Вот представьте, вы приходите в ресторан, да, она какого-то по-человечески посидит с душой, вот, с рыбкой, вот, и с тем, а про это нельзя в эфире, естественно, про это потом в интернет залезть и посмотреть. Мы задумались, в прошлый раз мы вам показывали тихонько, но, к сожалению, вот, канал у нас пока хворает, вот, а я подумал, в принципе, южный Урал, много рек, много рыбы. И нашел того человека, кто изготавливает, пожалуй, самую вкусную рыбу в городе Магитогорске. Вот такая пеледь, вот такая пеледь, водится у нас в самом чистом озере, в соленом. Представляете, вы ничего не подумаете, эта пеледь даже почищена, то есть, если вы берете пеледь в магазине, вам потом еще с шелухой плеваться придется. А здесь же, в кафе Советский Союз, вгрызаясь в нежную мякоть пеледи. Вот так вот, препарируя, ни в соля, ни на пол. Вы балдеете по-человечески, смотрите, она жирком аж давится. Пебединочка. Вкуснятинка. Ну ладно. Под эту пеледь, конечно, надо было. Она у нас здесь есть. Ну и стоимость такой рыбки невысока, но она эксклюзивна. Если помните, у пеледи очень нежные даже ребушки. Вот можно прям с косточками есть. Денег нет на пеледь. Есть еще один вариант. Лещак. Лещеган. Кустятка. Если вы ругаетесь и говорите, что лещ. Это костлявая рыба? Нет, лещ это не костлявая рыба. Под лещ, тот костлявый. Немного посиняшим. Ну что же. Тут можно. Опять же. Наш плещ. Он чищенный. И шелухи тут не будет. То ли я лещей в жизни не ел. То ли ничего не понимаю. Что-то шикарный засол. Пришли, взяли такой. Все на дочери с удовольствием посидели. А потом потанцевали. Все здесь прямо не навевает вам. Самый мощный звук на ход для родной. метр, сантиметр, 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 сантиметр. Хороший, но и ведущий, конечно. Тут ведущий что-то шляпло. Ммм. 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 Мм. Ммм. 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 Мммм. Ммм. Мммм. Ммм. 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 А. Бега. Хороша рыбешка. Да и чебак тут тоже самый лучший. вы тут ковыряться не будете, вот, любимую говку в голову, хороша рыбешка, да и чебак тут тоже самый лучший, тут придется немножко конечно пободоться, вот, чебака конечно не пели, не лечь, ну и цена немножко другая, то есть с чебачком ваш вечерочек здесь станет таким же приятным, ай, как я люблю соленую рыбу, ну а как она, как свинявляется, целиком кожурочка-то уходит, значит правильно сделана рыбка, видите, опа, и все, и чебачок здесь тоже обвиняю ее так, он более соленый мне вот это удается, спровоцировать человека, но посещение внутреннего, поверьте, для небольшого модельчика 3G-шного вам хватит, чтобы на ютюбе этот сюжетик смотреть, понимаете, что я буду дальше с этой рыбкой делать ну, вообще-то в Магнитогорске был свой пивной завод, но понимаете, тут экологии не просто песец, просто какая-то опа, в этом Магнитогорске это никогда не смеется, смеется какое? как не врать, был еще Беловек скопил, но туда везти было очень сложно, потому что та еще дорога, ого-го, это было столько с тем-то, вы даже, может быть, ииииииииии, понимаете, что это была дорога? а я по такой дорожке потом еще и в Владивосток ехал да вот так подошел магнитолупское пиво оно было такое желтоватненькое, мутненькое а верхневральское пивко оно было вот такое же вот точно такое же пивко но сегодня верхневральское пивко бомбит всех тут ко мне пацаны из Самары скоро приедут я им покажу тут у меня братишка в Екатеринбург приезжал он мне сказал Леха не закрывай кафе такое чудо не должно погибнуть потому что ну разве это не чудо у меня исключительная возможность насладиться многошибачной рыбой обойдите внимание я упорно хряпаю тебе все продукты у меня ах И напоследок я воду спаю верхнеуральскому пиву. Я просто приехал и был парадон о том, как и сделан великокачественный он, напиток божественный, напиток великолепнейший, да потому что любят его производители. Вы представляете, я сейчас имею возможность тупо послать на все три российские буквы людей, которые мне не нравятся. Мало того, прежде чем за кого-то зарубиться, я должен проверить, насколько высоко качество этот продукт. Я поехал, посмотрел. Конечно, то, что было раньше, потеряно. Но вкус остался. Вкус воды. Вкус отношения к производству напитка, которое должно радовать вас. Оно меня радует. Вот, если честно, ему-то понятно будет. Третий сюжет. Очередной раз. Питнятка. Ну, там, не знаю, что с ним будет. А я, замочив перед тем, как рассказал вам про качество напитка, несколькое количество этого свечения пива, скажу, что вторая кружочка радует вас обалденностью. Пиво, которое пьется, как вода. Пиво, которое не заставляет вас опускаться в хмельной, там, дубгар. Просто. Очень вкусно. И это мое любимое светлое пиво. Потому что, представляете, ну, в воду с каких-то сногсшибательных вкусов. Потому что все-таки пиво, это вода. Главное, что в этой воде что добавить? А на верхнем ряду, в пивоаренном заботе, сюда добавляют любовь, такую трепетность и желание того, чтобы вы себя ощущали настоящим человеком, а не быдлом, в которое в вас заливают говеные просроченные дедни пиво даже формографического чудо-разлива. Добавил субтитры дедни пиво Добавил субтитры